И поэтому сектанты не церковь. Мы церковь по названию. Но действительно ли мы церковь? Церковь в действительности тогда, когда люди живут со Христом, движимые Духом Святым. Они так писали, святые божьи человеки, движимые Духом Святым. Заучил 1 Петра 3.21. А ты, считающий, каким Духом движешься? Ну подожди, я тебе еще место Писания подберу, будь здоров, я тебе врежу. Писание не для того, чтобы врезать, а для того, чтобы грехи отрезать. Да, я знаю много мест Писания, которые говорят прямо против тебя, сидящие рядом. Против тебя знаю места. Но Бог интересуется, знаешь ли ты, что против тебя написано, которое меня очистит. И я, находясь на этом месте, абсолютно точно знаю, что в Писании большая часть Библии написана для меня. Она против меня. Одобря еще очень мало. И все это оживотворяет. Ты конкретно поставил задачу обратить мусульманина. Как ты с ним был? Я имею общение слабенькое. Слабенькое. Настоящее общение с мусульманами имел отец Данил Сысоев. Я, ну может редко какую книгу его не прочитал. Это был настоящий благовестник. У него есть много, с чем я не согласен. Вот там путешествия по храму, он там показывает где-то. Я бы даже не завел в храм. Что там показывать? И говорить. Но он твердо уповал на то, что находясь в московской патриархии, тут как бы все ладно. Ах, не так. В беседе со старобрядцами он занял позицию абсолютно неверную. Правильную позицию в отношении со старобрядцами занимает теперь югумен отец Кирилл Сахаров. Когда нападают старобрядцы, он говорит, да наши-то не коня не гнали и жгли их как протопопа в вакуум. А они нас только палкой ударили, плюнули там. Ну что особенного? Давайте перетерпим. Мы должны это сказать. Мусульмане-то от православных-то. Чего они хорошего видели-то? Куда их звать будут? Он воевал согласно написанному. Он говорит, у меня четыре жены. А православных-то разберись. Только официально венчаны Иван Грозный семь раз был. Как? По закону? А теперь его в святые тащат. Может быть и святой, но это никуда не денешь. Беседовать с мусульманами можно через признание своей вины. Да, мы были плохие православные. Вот я не воюю. А как вы сама... Вот мы вас захватим. Вы к чему готовитесь? Ни к чему мы не готовимся, как умереть. Поэтому... А чтобы умереть достойно, я должен все время святости добиваться перед Богом. Быть жертвенным. Жить для Бога. Мы готовимся не к Третьей мировой войне, а к предшествию Христа. Но перед ним будет еще Третья мировая война, воцарение антихриста, начертание на правую руку или на чело. Но все это никакого значения не имеет, если с тобой Христос. Я просто... Ну на мороз выбросил. Ну на морозе не буду же я год жить-то. Я к утру и околею. И все. Дальше забытье. Ну как, когда люди замерзают. И дальше уже поплыл и как под наркозом. И все. Со Христом быть. Я вот, например, как отец Даниил Сесовик, к мусульманам не пойду. Говорят, он специально их там драконил делать. Это глупости. У него дед там мусульманин был, даже был он у них муллой. Он пришел к своему народу, отец Даниил. У меня-то нет татарских корней. У него корни татарские все эти были. Кто он там еще? Ваш, не знаю даже. И поэтому подражать отцу Даниилу нельзя. Вот сколько уже годовщина, а ведь нигде нету ему подобного-то. Нигде нету. Ну что, Синяев пойдет на это дело. Полтора центра туши. Он весь, он как воздушный шел. Он горел огнем. Даже неправильно у него огонь был. Иногда вот со старообрядцами он на 100% неправ был. Но он горел огнем. Он желал лучшего. Он восхвалял там патриархию где-то. Это неправильно. Я считаю конструктивную позицию, когда мы начинаем с себя. Я должен измениться. И вот на этом все. А тут перед старообрядцами принесли покаяние, как зарубежная православная церковь. Не потому ли, говорят, была революция, нашу церковь подрубили под корень, что мы возгнали. Это возмездие за то. Какой правильный подход. Это, видимо, Даниил там какой-то истрийский у них был, епископ старообрядческий. Поэтому лучше не знаешь, тему не трогай. Давай по Евангелию. Я к мусульманам не пойду. Знаете, я скажу про отца Даниила. Мы немного ростом пониже и духом пожиже, чтобы равняться на отца Даниила. Я могу только молиться и желать, чтобы у русских были такие люди. Я не такой. Это игорь его, который он нес, я не понесу. У меня нет этого опыта. Нет их корней. Ему это дано было. Но я твердо знаю, что за 2000 лет из русских священников никто так не любил мусульман, как он. Это я 5 минут докажу. Он до смерти любил и жизнь отдал за них. А что убили мусульмане, это неизвестно еще. Не доказано. Поэтому умолчим. В данном случае, любовь апостола Павла к евреям, она была несомненная. Он говорит, что родные по плоти готовы быть лишен Царства Небесного. Прямо говорит. Такое только у трех человек было. У Моисея, у Павла и Серафима Саровского. Больше ни у кого. Я больше не читал. Ни в житиях святых нигде нет. И скажу, что все трое не понимали, о чем говорят. Лишить Царства Небесного. Это просто в ревности сказал. Но представь, что это ад. Это навеки. Ты был там в аду? Нет? Когда один день тебе покажется за тысячу лет. Поэтому апостол Павел любил евреев. А они его ненавидели. Искали убить. Отца Даниила Сысоева точно так же эти мусульмане. Вот с чем можно сравнить. В переводе на мусульманцы. Отец Даниил это апостол Павел.